МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодняшнего выпуска. Дом на улице Безбожной. Некоторые подробности трагедии, которая вынесла жизни пяти людей. Весна и дороги. Рязанский асфальт не выдерживает первых апрельских ручейков. 1 апреля, как рязанской традиции, ее поклонники отметили праздник на Ласковском озере. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Продолжается доследственная проверка по факту гибели на пожаре пятерых человек. Как известно, в ночь на воскресенье на улице Безбожной в Рязани сгорел частный дом. Погибли две женщины и трое мужчин. Одному удалось спастись. На сегодня новых данных пока не очень много. По предварительным данным, накануне в одном из частных домов города Рязани компания в количестве шести человек распивала спиртные напитки. В результате возникшего в доме пожара пятеро, в том числе две женщины и трое мужчин, погибли. Одному мужчине удалось спастись. В настоящее время следователями установлены личности погибших женщин и одного мужчины. Личность остальных устанавливается. Раз в деревянном доме проходят праздники, то, соответственно, без горячительных напитков не обходится. А тут и кирпичному дому не сдоборовать бывало и такое. Да и сказать по правде, как на улице с этаким-то названием не быть какой-либо беде. Сегодня прошла информация, что городские власти намерены провести в мае конкурс на самый, процитирую, пожаробезопасный многоквартирный дом. Дело хорошее. Особенно в свете упомянутой трагедии на Безбожной, хотя там, как известно, был небольшой деревянный домик. Возможно, что называется, вдогонку власти проведут еще и конкурс на самый безопасный дом в плане падения ледяных глыб с крыш. Управляющим компаниям весьма пригодилась бы такая профилактика и напоминание об ответственности за жизнь и здоровье людей. К другим городским темам. Сегодня на сайте информагентства 7 новостей появилось фото ямы на улице Горького. Наши корреспонденты тут же проверили сведения и убедились, есть она яма-то и немалая. Убедился в этом, как уже было сказано, Глеб Галушкин. Очередной провал грунта в центре Рязани произошел на тротуаре на улице Горького. Размер ямы около полутора метров в длину и около метра в глубину. Повреждены кабели связи. Впрочем, со слов прохожих, провалы в этом месте случаются довольно регулярно. Асфальт на тротуаре явно свежий. Кстати, провал на Проволыбецком бульваре, особенно после обильных дождей, либо активного таяния снега, уже не раз происходили в последние годы. Можно вспомнить, как летом прошлого года рухнула часть моста возле остановки цирк. Тогда дорожные чиновники объявили, что причиной разрушения стали как раз обильные ливни. Также довольно часто в Рязани обрушения асфальта на проезжей части вызваны изношенностью тепловых сетей, либо гидравлическими испытаниями перед отопительным сезоном, когда трубы не выдерживают нагрузки. Что послужило причиной обрушения части тротуара на улице Горького, дорожникам еще предстоит выяснить. Дороги наши, понятно, по весне поплывут вместе с ручьями в далекие края. Между тем, их ремонт всегда связан с бюрократическими вопросами, причем невероятными и сложными для человека с обычной логикой. Так, Минтрансрегион официальным письмом предлагает муниципалитетам ускорить работу по оформлению автодорог местного значения в собственность. Обойдется это недешево, но без этих затрат вполне можно обойтись, заявил сегодня в экспресс-интервью нашей программе Касимовский депутат Анатолий Кива. В настоящее время нас заставляют получить дополнительно документы, скажем так, из рехпалаты, из органов технической инвентаризации, которые будут дополнительно подтверждать эти права. Ну, получается, что мы затратим огромные деньги на это. Вот сколько он на Касимову идет? В частности, по Касимову посчитали, оказалось, что, чтобы получить вот эти дополнительные документы, нужно затратить 2 миллиона рублей. При том, что сам дорожный фонд Касимова на 2013 год составляет всего лишь порядка 70 тысяч рублей. Ну, вот насколько я понимаю, насколько я понимаю, так зрители наши тоже понимают, то, что вам предлагают, ну, муниципалитетам, вернее, оформить бумаги, которые, ну, не нужны теоретически. На них потратить какие-то огромные деньги, вместо того, чтобы направить эти деньги, ну, хотя бы на тот же ремонт дорог. У нас так вот. Ну, совершенно верно. Получается, что мы должны затратить только по Касимову 2 миллиона рублей. По всей области цифра вырастет в разы. Там, да. И прибавится там еще несколько нулей к ней. При том, что в силу закона эти дороги, они и так являются муниципальной собственностью. Вместо того, чтобы заниматься прямыми обязанностями ремонтировать дороги, которые находятся в плачевом состоянии в Рязанской области, мы занимаемся тратой вот этих денег, изыскиваемых, которые не заложены в бюджете, на то, чтобы получить дополнительные бумаги. И, по сути, вот это управленческое решение, оно никак не соотносится с требованием законодательства о эффективности расходований бюджетных средств. Любая трата должна оцениваться с учетом ее эффективности. Если это не происходит, если не создан механизм, то это очень печально. Какие-то предложения могут здесь быть со стороны муниципалитетов? То есть, как поступить, чтобы не тратить деньги и не заниматься вот этой вот двойной работой? Я думаю, что вот это решение о оформлении дорог, оно должно быть отменено. Это первое. Второе. Должно быть принято решение о том, что те дороги, которые находятся в муниципальном реестре, числятся в муниципальном реестре, сам вот этот факт, он является достаточным для того, чтобы определить порядок распределения бюджетных субсидий из Дорожного фонда. Не нужно громоздеть, не нужно создавать дополнительные припоны, дополнительные документы, не нужно тратить дополнительные деньги на то, что и так очевидно и в силу закона признается за муниципальными образованиями. Но это реально, как вы считаете, как начать работать в этом направлении? Может быть, ни одному Касиму, а может, другие муниципалитеты вас поддержат? Я думаю, это абсолютно реально, и на заседании Касимской городской думы этот вопрос обсуждался, и администрации города Касимова, в частности, поручено найти какое-то приемлемое решение с тем, чтобы сэкономить бюджетные средства и не тратить их на пустые какие-то вещи. Сегодня утром в Никольском храме города Ряжска обнаружено тело с признаками насильственной смерти 66-летней местной жительницы. По факту убийства Скопинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России Призанской области было сразу же возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативно-следственная группа проводит осмотр места происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства преступления, а также устанавливают лиц его совершивших. Свой профессиональный праздник отметили рязанские первоапрельщики. Традиционно те горожане, кто не стесняется примерить Шутовскую колпак, собираются на веселый сход на Ласковском озере. В этот раз тоже было совсем не скучно. В этом убедилась Оксана Тебенихина. В преддверии Дня смеха на озере Ласково прошел так называемый слет дураков. По уже сложившейся за 26 лет традиции гости гуляния пели-танцевали, участвовали в конкурсах, ловили рыбку большую и маленькую, а самые смелые искупались в проруби. Организаторы праздника заявили, что, возможно, слет дураков состоялся в последний раз. Ведь первопроходцам, с позволения сказать, фестиваля, уже за 50 подустали ребята от организаторской волокиты. Пока неизвестно, правда ли это или шутка. На дальнейшие первоапрельские вылазки на природу будут зависеть только от желания самих участников и их подрастающего поколения. А вот накануне первого апреля собрались наркополицейские всей страны. И как можно догадаться по самому серьезному делу, а именно пролить немного крови во имя других. Сотрудники Рязанского госнаркоконтроля приняли участие в благотворительной акции «День донора». Наркополицейские всей страны добровольно сдали кровь для тех, кому она нужна больше. Сотрудники Управления наркоконтроля приняли участие в благотворительной акции «День донора», которая проходит по всей стране по инициативе руководства ФСКН России. Сотрудники Регионального управления госнаркоконтроля также не остались в стране, прибыв на станцию переливания крови. По доброму желанию, по зобу сердца, прибыли в областную станцию переливания крови, чтобы поделиться своей кровью всем нуждающимся. Надо сказать, что донорство крови в настоящее время – это актуальный, насущный вопрос современной медицины. И от наличия банка крови часто зависит здоровье и жизнь людей, которые нуждаются в сложных операциях, которые стали жертвами ДТП и других непредвиденных жизненных ситуаций. Сотрудники ФСКН впервые приняли участие в акции «Река жизни» массово. Тем не менее, все ребята крепкие, 450 миллилитров крови. Для каждого из них не так много, а кому-то эти самые миллилитры жизнь спасут. На сегодня все. Увидимся вновь завтра, как обычно, в эфире телеканала «Город». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»